У нас есть времени еще, но, наверное, уже времени-то и нет. В лесу раздавался топор дровосека. Все швыркнули с ней, да, привязывают хвосты. Видите, куча машин собралась. Да, ночную грозу. Сейчас 3 часа ночи. Начинается дождь. Я сделал все, что мог, поставил под колесо противооткатное. Вот эти башмаки. Подтянул крылья. Натянул фулацтовочные ленты. Стоят точки, такелажные, забитые в землю. Будем надеяться, что все это выдержит. По полю везде сдают машины. Все волнуются планиристы. Все-таки гроза едет сильно. Больше жарко, 44 градуса было вчера. Сейчас чувствуется, что вся эта температура перейдет в грозу. Доброе утро, друзья. Наш замечательный кемпинг. Капитан Оптимизм оброс сразу двумя палатками. В одной живет, в другой вещи хранит. Наша полицейская академия. Место моего жительства. Какой кайф в такой месте проснуться. И сегодня, похоже, будет первый спортивный день. Вчера мы потренировались, побегали, попрыгали. Повыкатывались, позакатывались. Были грозы там. Куча всего. Посмотрите, как начинается утро. Мне кажется, это точно хороший летный день. У моих друзей-собак завтрак. Наверное, интимный процесс. Поэтому пусть кушает. В кемпинге есть все. Включая бассейн. Кто-то поставил. Ну, вполне действительно, приезжают на каких-то домах. Некоторые, некоторые, как мы, в палатках. То есть тут совершенно разношерстное по типу проживания публика. Все друг к другу улыбаются. Р-2-2-2. Надо понимать, что время 6 утра. И вот уже в 6 утра первые особо ответственные товарищи поехали готовить планера. Мы менее ответственные. Мы только в душ идем. Вот такая цепочка караванов и домиков на колесах. Если вы спросите, что лучше, домик на колесах или караванов, я могу вам сказать, что жил и в том, и в том. Но это караван. Это, наверное, на тромочке пожить какое-то время непродолжительное. Путешествовать. А вот в доме на колесах я прожил целый год в Москве. Представляете? Потом продал дом на колесах и купил планер. Так что и так можно жить и сяк. Но вот в таком очень тяжелой зимой дом на колесах в виде автомобиля. Но я покажу примерно такой же, в котором я жил. Он двойным этажом обладает. Там более качественное отопление. Ну, реально жить намного легче. Ну, вот теперь это помылся, постирался. Теперь можно и показаться людям. А сейчас покажу дом, в котором я прожил год в Москве. Вот, друзья, примерно такого габарита, такой же компоновки домик у меня был на колесах. Сверху были солнечные панели. Стоял он по адресу Каширская, шоссе, дом 59. Я там в гаражах. И вот так вот я спокойненько в нем 2010 год и прожил весь. И зимой тоже. Зимой за неделю уходила целая бочка, этот баллон газа 20-литровый. Так что очень было недорого. Жилье такого типа обходилось мне 7000 рублей в месяц зимой. Разнорная часть шла за стоянку, немножко на отопление. Электроэнергия своя, потому что солнечные панели стояли на крыше. Ну и из гаража можно было подключиться. Вот так, друзья, экономил на завтрак, потом продал дом. Купил себе планер. Где-то порядка 30 тысяч евро он стоил. Автодомов этих бывает совершенно огромное количество. Ну вот есть, например, не дом на колесах, а вот эта будочка, которая, скорее всего, на вот такой пикап ставится. Бывают микродомики на колесах, вон он впереди. Бывает, что только не бывает. Целая культура на самом деле, я в свое время увлекался. Вот, конечно, моя мечта была что-то типа вот этого домика, потому что он получается моноблоком. То есть у него передняя часть полноценно функционирует в доме. А то, что мы видели, стоит вот там. Там мордочка от обычной машины, по-моему. Вот, ну и то, и то имеет кучу плюсов, кучу минусов. В общем, самое главное, что это, если вы этим активно пользуетесь, стоит хорошо. А если он у вас весь год стоит, и только один разочек куда-то съездить, то это, конечно, уже не очень проще арендовать такую штуку. Вот, кстати, классический пример интегрированного домика, когда мордочка какой-то машины, в данном случае, Ситроена. Но модуль полностью сделан. И вот здесь как раз наша эстонская сборная живет. Видите, как они все сделали какой-то красивейший объект для проживания. То есть не то, что там наш. Мы смотримся какими-то нищебродами рядышком. Это, правда, видите, тоже две палатки. То же самое, смотрите. Вот, если бы капитан «Оптимизм» не добыл вторую палатку, было бы совсем стыдно. Здесь какие богатые у нас стулья теперь. Мы вчера купили в дегатлоне. Фух, ну что, поржали. Пора и на работу. Мне нужно выкатить планер, пока у нас разделение обязанностей. Пока мозг просыпается. Сейчас мозг увидите. Разрешите готовить планер к полетам. Уже должен быть готов. Готов, да. Пока мозг проснулся, я пошел подготовлю планер, пока не так жарко выключу на грид. То есть у нас планера стоят на стоянках, а перед полетами выкатываются на грид. Что такое грид вы сейчас увидите. А вы думаете, друзья, когда я монтирую фильмы? Вот так, по утрам. В очереди на взвешивание. Взвешивают планера каждое утро. И во второй очереди. Пока еще не жарко. Кайфово. А вот смотрите, кто встал чуть позже, вот уже какая очередь. Строгая процедура взвешивания. Взвесили. Оказалось, что пилот перевил водички. Пилот превышает разрешенный вес. Водичку слили. И сейчас его еще раз взвесит. Здесь сделана такая площадочка. Асфальтовая. Сейчас проеду. Процедура взвешивания у нас завершена удачно. Принцесса взвешена. Все в порядке. Ну, у нас запас 7 килограмм. Мы же ухудели с капитаном оптимизма. Друзья, как едет планер открытого класса. Размахом метров, как говорится, 26. А то и 28. Такая вот ленющая хрень. Друзья, сначала подумал, что это стоят какие-то знаки, значки. А это чайки. Наглые, жирные чайки. Это друзья-волонтеры, которые распределяют всех. По гриду помогают. Помогают. Здравствуйте. 20 метров класса. Продолжение следует. 20 метров класса. 20 метров класса. И первая линка. 20, то есть 7. Это 4, 5, 6, а потом 7, где стоят руководители. Окей. Окей. Спасибо. Друзья, не знаю что, но что-то выиграет первые на гриде. Хотя бы так. Ну просто повезло, кушать хочется. Капитан Оптимизм сказал, что если я быстро поставлю планер на грид, то соответственно получу завтрак. Вот видите, как действует с волками. Хочешь завтракать, ставь планер. Вот друзья, потянулась вереница длиннокрылых планиров открытого класса. Представляете, какие они у них? Они как сгибаются, издеваются, длиннющие крылья. Ну давай, по пасоку, по пасоку. Трумпи негдотай. Ча шиинден ищем. Ну tai, буратина, ну скендо. Трумпи негдотай. То есть, что-то. Трумпи негдотай. 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 кончился утром проснулся опять эти женщины это спаси меня возьми меня летать на парапланы кто узнал себя в этой истории привет друзья утренний брифинг называется термики и антитермики ну гайла жмоня саку пародикит реалу гивенима как пилотай рочаси скрысти ну лепия вот как жмот ну че ира как кова кова негалим отсклейсти висимс вису послакчу герой тогда не филмуйте долгий друзья запрещено снимать потому что это секрет итак совсем секретная информация не разрешено к разглашению но и так на всякий случай чуть-чуть расскажу надо садить в тюрьму за лабос за какую тюрьму в какую какая у нас тут будет либо наша какая вторая палатка будет в общем разглашаю секрет информацию здесь рыбы нет оказывается на территории венгрии бывает совершенно три интереснейших зоны летных сразу совершенно погодой мы уже проверили с капитаном оптимизмом мы с юными дарованиями что погод здесь вот очень много термичных мест вот около этих речек все речки очень создают плохие зоны тут так вот холмики тут уже хитрые места я даже не буду рассказывать где здесь потоки потому что они помечены на разведке погоды мы их знаем ну к сожалению могу показать обещал не показывать капитан оптимизм не разрешает вы должны понимать что тренировочная неделя на той рассчитана чтобы пилот полетал по всей территории венгрии и настал светом крестиков хитрый где там так работает десятка работает все почувствовал ну вот мы это уже сделали да капитан капитан страдает на доуди как тебе девайс расскажи ну вот я игорь волков твой вес 120 копил 120 до 288 до показывает что я бы я худел худел да важно что худел ауди видит правда это меньше сжать майонез забыл показать деду дай вот дуной покупаются все это вообще-то венгрия я забыл вам сказать про это вот это озеро кстати приезжал шоу на брифинг друзья зверя нашел какой чудовищный самолет кто напишет что это такое какое-то такое наверное сельскохозяйственная но мощавая вау выглядит просто феерично остальное в этом ангаре так не впечатляет как вот этот вот исторический монстр ох вот смотрится сразу как на него залезть где-то сверху кабина ну-ка и закрыл и как отклоняется красавец посмотрите угол отклонения закрылка да на его фоне дуб мотор мой даймонд смотрится каким-то коротышкой это летная школа которая любезно предоставила аэродром под соревнования вот даже какой-то вертолетик есть какой малюсенький веселенький вертолетик дременная передача много ручьевой винтик так вот кругленькая симпатичная кабинка прям огонь да с кислой коммингом это еще все-таки не раннобот наверно потяжелее трехлопастной вертолетик так все побежали вроде брифинг уже начинается так друзья выглядит брифинг я специально подальше сел чтобы никому не мешать так что я хочу сказать да 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Особенно в некоторых странах Мы готовимся к взлету Вы голубых не любите, а голубые экраны любите Вот вопрос, почему? Друзья, что там говорили про волшебные нано-жидкости Вот, надо населить обязательно крыло перед полетом Потому что здесь сейчас пыль, которая выпала с воздуха И пока мы ехали, вот это все надо протереть И тогда планер будет лететь лучше Это секрет Ты тут завел, как говорится, правильно все сделал Как говорится, приборы подготовил Шеф меня похвалил, что я вбил в сегодняшний таск Абсолютно грамотно Подтверждаешь? Молодец я Отпускаешь на прямой эфир? Да, отпускаю Хорошо, побежал я Так, прямой эфир Стрим! Наверное, не знаю, что идет стрим Редко кто такое делает Таких идиотов мало в мире Ну, по сути, я, наверное, третий сейчас Стефан Лангер, Бруно Василь И по количеству подписчиков третий я Что, в общем-то, не может не радовать По нашу думу, опять у нас пони Твою ж дивизию Ну, вот это, это вот называется пони На чем взлетает сейчас этот планер И такой же пони подруливает нам Оп, понеслась нелегкая Оп Так, я готов, закрыт Триммер минус, все Все, Шеф, дальше все твое Погнали Спачкал нам стекло Так Сено какого-то накидали Да, нет, не перешло Сдует, думаешь, сено? Как же я снимать буду с сеном? Ну, все, как раз будет видно, что летим, а не монтаж Как, 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 как Ну, какие качковатый аэродром какой Что? Видел? Ага Ну, ушли Благодаря кривизне планеты Да брось ты, я тебе хотел сказать, как, как красиво, мягко поднять Хорошая музыка, акцентрировать потоки на чемпионате мира Конечно Конечно Сейчас поток пойдет под музыку Ага Сейчас Смотри Протягивает чуть-чуть Опа Понеслась нелегкая Шеф, выгай-гай-гай Совсем подрубал Вот Вот наш секретное оружие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому